Ты много молишься. Да, достаточно. Понял. А как ты думаешь, этот мир создал тебя таким, каким ты был? Потому что, когда ты сказал, что ты был свиньей, это затригерило меня. Ты думаешь, вот отдача от мира и то, как мир отреагировал на тебя, и то, что люди говорили тебе, создало ли это ту нарративу для тебя? Потому что, как ты говоришь, тот скромняшка Майк сейчас не тот человек, на которого я смотрел, когда был ребенком. Но, чтобы мне быть собой, мне нужно было быть тем, кем я был раньше. Я должен был быть проверенным, чтобы стать таким человеком. Но они тебя возвышали вот так. Много людей говорят, что они тебя возвышали, чтобы потом просто тебя скинуть вниз. Я себя туда возвысил не для того, чтобы меня потом скинули оттуда. Никто не может тебя скинуть оттуда, кроме тебя самого. Даже если, ну ты знаешь, выглядит как будто бы кто-то тебя подстрелил, или ты не в том месте. Если ты был там, это было предназначено. Я верю в судьбу. За тысячи лет, за триллионы лет до того, как мы родились. То есть все, что случилось с тобой, должно было случиться с тобой? Да. А что потом? Жизнь. Вверх, вниз. Смерть и счастье. Ты эволюционируешь. То есть у тебя были примедитативные видения или мысли того, что ты хотел бы делать дальше в жизни, или ты просто продолжаешь, и будь что будет. Я с отличной командой. Ну да. И они не только отличная команда. Они типа как разведчики. Они идут, находят деньги, и потом возвращаются к тебе и говорят, это то, что у нас есть. Вот здесь типа. Это разведка, вот там. Тебе просто нужна разведка, и у тебя будут эти деньги. Он едет такой, путешествует, а потом смотрит, бум, вон они, мы можем это взять. У меня хорошо складывается с командой разведчиков. Майк, ты говорил до этого про то, каково это быть великим, правильно? И ты говорил это не про то, как быть великим. Это про то, как быть хорошим человеком. Абсолютно. А когда ты забываешь себя... Послушайте, ребят, по чесноку. Вы знаете некоторых людей, которых называют великими, и как они себя ведут? И они ведут себя не как великие мазафакеры, усекли. Они... Жизнь такая, они должны держать вещи в перспективе. Ну знаешь, мы могли бы быть рядом с великим человеком, и он всегда разговаривает только о себе. И потом мы могли бы быть просто рядом с хорошим человеком. И он бы говорил о том, какой ты, насколько велик ты, то, что ты сделал. И классный чувак говорит о себе, а хороший чувак говорит о других. Я реально этого никогда не слышал раньше. Это круто. Ну вот что я тебе скажу, чувак. Я наслаждался этим, и я даже не был под грибами. Я не курил никакой травки. Эй, ну мы всегда тебе рады. Ну, я с удовольствием херакну пивка, так как ты показал нам, что ты действительно счастливый отец. Кстати, слово о нашем спонжере, Хэппи Дэд. Знаешь, я не пью, но Хэппи Дэд, я с Хэппи Дэд. Я за Хэппи Дэд. Но честно, Майк, я бы хотел сказать тебе, Фред уже сказал это много раз в течение шоу, но для нас, Майк, это действительно то, что ты один из самых величайших атлетов, которых мы когда-либо видели, и сидеть с тобой, и получить этот кусочек личности. И вот именно для таких личностей, как ты, мы и ведем это шоу. Ты знаешь, Трип, я иногда это слышу, и то, о чем мы сейчас говорим, это Real Talk. Я это слышу от разных людей, например, от конгрессмена, кто величайший, и общаясь с ним, я понимаю, что мне не хватает чего-то. Я просто уличный. Я такой же, как и вы, до последнего дня своей жизни. Я за улицу. Это кто я есть и то, кем я хочу быть. Это в моем ДНК. Это в твоем ДНК, твой фундамент. Ты не можешь этого забыть. Но Майк, которого мы видим сейчас, и с кем мы разговариваем сейчас, ты настолько сильно эволюционировал. Эй, послушай, вот этот чувак, которого мы зовем уличный кот, он тоже может эволюционировать, но он остается. Это так. Это внутри тебя. И этого никто не отнимет. Но ты знаешь, когда у тебя бывают такие высказывания, что ты всех подводишь, будучи таким значимым в своей жизни, ты думал, что ты подводишь других. У мужчины должно быть что-то, чтобы отбросить свою гордость в сторону и признать такие вещи. Так что знаешь, большинство людей будут смотреть на тебя и принимать твое наследие. Они понимают, что ты был плохим человеком, ты был убийцей внутри ринга, так? И тебе приходилось переживать сложные моменты в жизни, как и всем нам. Но больше всего скромного и счастливого человека на данный момент в твоей жизни люди уважают. И я ценю это, потому что это поможет мне, как мне жить свою жизнь в этой второй фазе. Потому что мы все проживаем все разные фазы в жизни, и у нас у всех есть поворот. И вот к чему это все склоняется. И если я тебя могу спросить что угодно, я надеюсь, тебе понравилось время на нашем шоу. Потому что мы реально насладились. Кого бы ты хотел увидеть у нас в следующем интервью на этом шоу? На этом шоу? Да, чувак. Чувак. Мы покажем это с любовью, но мы бы хотели, чтобы ты, ну знаешь... Вот срань. Ты в центре внимания, большой пес. Не, ну запихайте сюда Эминема. О, я бы с удовольствием. Было бы офигенно. Надо позвонить ему. У меня как-то было интервью с Эминемом, и я вроде получил 8 миллионов просмотров за неделю. Купил чувака. Ну что это вообще? Люди чувствуют, что мы знаем тебя, потому что мы видели тебя всю свою жизнь. Что есть такого, что бы ты хотел, чтобы люди узнали о тебе? Что-то, чего мы не знаем. То, чего бы еще не было известно о Майке Тайсоне. Ну вот в твоих тихих моментах. Ну, например, то, что случилось с тобой, изменило тебя. Или ты изменил кого-то. Или это изменила часть твоей жизни. Это должно быть что-то, что люди не говорили, когда они говорили о Майке Тайсоне. Я хочу, чтобы люди знали, что я верю, что жизнь — это быть готовым умереть. Это то, что людям нужно знать обо мне. Когда ты говоришь о готовности умереть, чтобы жить полноценной жизнью, ты должен был готов умереть? Я верю в то, что после того, как ты умираешь, ты начинаешь жить. Но это моя вера. То есть после того, как ты умерешь, ты начинаешь жить? Потому что я даже не понимаю этого. Он сделал меня, Кас. Это очень просто. Имеется в виду, что это больше, чем мы видим, и это больше тебя. Ты должен убить эту мысль внутри себя, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью. Ты должен убить свое эго, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью. Да. Эго — это то, что ты сделал. Эго — это то, что ты должен выкинуть нахер из своей жизни. Или используй это для достижения результата в футболе, боксе и где-то еще. Если ты не будешь это использовать, тогда лучше выкини его из своей жизни. И живи жизнь без этого. Но если ты будешь использовать эго для своей карьеры, как же ты сможешь убрать его из себя? Если ты не будешь использовать свое эго правильно, оно тебя же и погубит. В этом есть логика. В Тайсон 1.0 имеется в виду 2.0. Нет-нет, Тайсон 1.0. Мертвый. Ты уже им не живешь. 2.0. Но ты понимаешь, что это твое перерождение. Эй, чувак. Я люблю тебя, чувак. Я имею в виду уважение. Я ценю тебя. Мое детство было потрясающе. Играя в Ниддэнда за Майка Тайсона в Punch Out, я ненавидел ебаного глаза Джо. О, я никогда бы не смог его победить. Даже бы я не смог его победить. Но ты-то дерешься хуже меня, а я бы его не смог победить. Осторожнее, а то глаз Джона дерет вам задницы. Тот чувак, который крутится и херачит всех. Он был злодеем просто. Но ты будешь настоящим засранцем в моих глазах, потому что ты был моим железным человеком. Помню, уважай и люблю. Это для меня честь, и я это люблю. Эй, зацените. Я хотел бы, чтобы мой тренер и моя мама увидели бы это. Чувак. Аминь. Аминь. Я никогда бы в жизни не поверил в это. Мой бы тренер никогда бы не поверил, что я выйду таким. Все эти деньги, которые на тебя сыпятся, вся эта херня, это невероятно. Это интересно, что ты говоришь, и это перед тем, как уйти. И ты ни о чем не сожалеешь в своей жизни, но только жалеешь, что некоторые люди уже не могут увидеть, какой ты сейчас. Но по сути, да. Да. Это то, что мне дали. Мы не можем проанализировать наше благословение. И мы просто не можем. И мы не знаем. Никто не знает, что такое жизнь. К тому моменту, когда мы умрем, мы будем знать столько же про жизнь, сколько мы знаем про смерть. Ничего. Вообще ничего. И ты носишь эти маленькие узенькие шортики, чтобы похвастаться нам, своим членом? Ему пора, Майк. Ему пора. Ну послушай, послушай. Ну и черт убери, Майк. Послушай. Он ведь обязательно должен одевать эти узкие жопные штаны. Моя жена говорит то же самое. Экики. Он опять носит эти узкие жопные штаны, чтобы похвастаться своим членом. Подойди, пожалуйста. Никто этого не увидит. Вот моя жена. Он носит эти штаны, чтобы похвастаться своим членом? Он уже издавна так делает. Он даже начал надевать штаны уже, чтобы удостоверить себя в том, что он работает. Эй, послушайте. Она сейчас несерьезна. Каждый раз она мне говорит, хватит играть со своим членом. Только потянусь, и она просто говорит, хватит. Хватит его трогать. Я говорю тебе, хватит. Оставь свой член в покое, Майк. Я сижу, никого не трогаю, и тут она. Ты откуда вообще взялась? Это место любви. Сегодня я не хотел встречаться с членом Майка, но мне пришлось. Че, как? Приятно познакомиться? Было офигенно. Он встал, а Чарли снимал его и такой, не, не. Только не этот кадр. Не этот кадр, Чарли. Не этот. Че вы сразу на маленького Майка? Ты ведь его зовешь маленьким Майком? Это моя жена. Все, завязывай, Майк. Да, 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 меняйся. Игра поменялась, Майк. Майк выходит в мантии, накачанный, с короткими шортами, а эти ребята выходят с дорогими камнями и блестяшками. Игра поменялась, Майк. Я не могу поверить, что он такое сказал. Он это теряет. Жизнь такая же, совсем не изменилась. Но у тебя жопа слишком большая, чтобы надевать на нее узкие шорты, Майк. Да он еще тот извращенец, Майк. Наверное, смотрел все интервью на твой кусок мяса. Я, ну, я, знаешь, я же должен видеть, смогу ли я провернуть это с тобой, Майк. Мы вдвоем же были в Орге. Но со своей стороны я придерживаю это чуть-чуть. Да, но я не делал это полностью с руками и ногами. Сечешь о чем я? Ну вот и время к концу. Да, благодарим тебя, братан. Я здесь прочекался. Ты знаешь, настоящая Оргия, это когда ты не работаешь. Вот дерьмо. Нет, просто работай. То есть ты просто ложишься и ничего не делаешь? Нет, нет, я просто говорю, я ничего не знаю об Оргиях, но я просто делаю утверждение. Ты говоришь, что ты работаешь слишком много в своих Оргиях? Я просто сделал утверждение. Я просто был... А, вот это поворот. Майк, я благодарен тебе. Большой пес. Жизненный респект тебе. Кей-кей, полицейская моего хуя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok